Всем привет! Ну что ж, открыл Волтер 4, докачался до 70 плюс уровня. Теперь уже какую-то точно можно финальную оценку подводить. В общем, разочаровался я в Diablo 4, конечно, больше его ожидал. Я не знаю, в некоторых моментах вообще пригорает просто, да? Притом даже не верится, что эта же компания на Diablo 2 когда-то сделала. Там, наверное, уже команда полностью сменилась, либо, я не знаю, они там продались под какие-то другие стандарты. Но Diablo 4 абсолютно просто разочаровала. Я вот вспоминаю даже Diablo 2, да? Ну, начнем так, так скажем, по некоторым моментам. Первое, это, конечно, хардкорность, да? То есть, ну, все знают, что я в Пойе всегда на хардкоре играл. В Пойе и в Diablo 2 это вполне игры, которые под это рассчитаны, да? То есть, ты там какую-то съевовость себе делаешь на персонажа, чтобы выживать и так далее. В Diablo 4 же просто хака, но нет, я уже говорил в прошлых роликах об этом. Просто хардкора нет. То есть, те, кто играют на хардкоре, они играют в пати, а там друидами, некромантами какими-то сломанными. Не более того, персонаж просто дохнет от какого-то рандомного урона. То есть, игра абсолютно не под хака рассчитана, да? Абсолютно. То есть, в чем вообще? Почему в игру можно играть на хардкоре? Потому что там сбалансированный урон, правильно? То есть, ты можешь как-то персонажа подгонять его под нужды, там, например, под убийство босса, под зачистку, да? Ты персонажа как-то подгоняешь его. И можешь на хака с ним играть, выживать. А в Diablo 4 этой функции нет. То есть, как ни парадоксально, да? Эта игра слишком сложная, слишком хардкорная для хардкора. Потому что, ну, порой белый моб, например, может пол-хп вынести спокойно. Я об этом говорил в прошлых роликах. Даже вот я буквально сегодня стримил, да? У меня где-то там 2-3 стрима в неделю есть по Diablo 4. Ну, 2 точно, наверное, есть, да? В среднем. И даже на стримах видно, да? Что действительно, даже белый моб может стать проблемой, да? То есть, что это за балансировка вообще, я не знаю, урона, хп выживаемости. То есть, баланс никакого. Игра не под хардкор рассчитана абсолютно. То есть, ты когда на новую локацию приходишь, у тебя уровень подгоняется по твой. То есть, ну, про это уже говорили не один раз, да? То есть, фактически, как будто смысла нет героя усиливать. К тому же, на третьем мировом уровне у тебя дробь как будто отключают. То есть, я себя поймал на мысль, что чтобы перейти на Wall Tier 4, я должен персонажа усилить, правильно? То есть, одеть его. Притом, на Wall Tier 3 у меня уже шмотки перестали выпадать. То есть, я как бы до Ка подошел. То есть, у меня все шмотки, что выпадали, они выпадали хуже, чем у меня есть. То есть, я еле-еле выполнил испытания суперсложные, чтобы перейти на Wall Tier 4 вообще там с каким-то слабым персонажем. Ну, я пати просто нашел, мы там вместе Элиаза убили. Но это, конечно, было суперсложно. То есть, я сейчас бегаю на мировом уровне 4, потому что иначе никак не одеться. Да, иначе мне никак персонажа уже не усилить. Я просто постоянно действительно умираю. То есть, я уже в данжи почти не захожу, я чисто Open World фармлю. Можете вот последний стрим посмотреть, я там чисто Open World и бегаю. Делаю какие-то активности и дерево. Просто с дерева лутаю награды. Потому что действительно очень, я не знаю, имбалансная прокачка, имбалансный урон, дисбалансный, да. Из-за этого вообще все ломается у TRPG как будто в этой игре. То есть, конечно, я такого не ожидал. Ябл 4 все-таки оказалась провалом. То есть, мы делаем вывод, что Диабл 4 есть, пока нет по Е2. Я не знаю, когда по Суфаксалу 2 выйдет, первое, что я сделаю, это вот сразу, наверное, удалю Диабл 4, вот как мне кажется. Потому что, не знаю, я уверен, что по Е2 будет лучше, чем Диабл 4. Вот почему-то я в этом уверен. Потому что с Диабл 4, ну, просто обосрались, да. То есть, я, может, до этого прям так этого не говорил. Но теперь уже можно итог подвести. Что дальше, да, дисбалансная. Слишком сложные какие-то мобы. То есть, нужно перероливать статы. Балансить лучше. Большие персонажи, только, по сути, друид и некромант. Все. Такой-то ебанутый друид, который ниже меня уровнем. Притом, мобов там за пару тычек хлопает. Но это просто, я не знаю, бред. А как будто я со своим чародеем огненным, да, там, из жопы откуда-то вылез. Не знаю. То есть, нужно, конечно, все это балансить. То есть, я не вижу, чтобы это делали Близзарды. Нужно балансить, да, потому что мотивация реально пропадает. Играть в Диабло 4. Даже вот по E2 сейчас выйдет. И я уже, я не знаю, кому вообще Диабло 4 нужна будет. Ну, какому-то проплаченному стримеру, да, которому просто заплатили, чтобы он в нее играл. Я не знаю. Да, синки. То есть, у меня мощный компьютер. Это действительно так. Вполне на очень высоких настройках игру тянет. Тоже по стриму можете посмотреть. Притом, досинкает часто. То есть, это, скорее всего, все-таки проблема серваков, да. То есть, опять же, когда фиксить будут, непонятно. Бывает, даже на экране особо ничего нет, а все равно досинкает. То есть, ну, прям, периодически постоянно досинкает. На самом деле, не знаю, почему. Вот, еще, конечно, это взбесило то, что на ХК не поиграть в Диабло 4, да, потому что это дисбалансная игра. Конечно, хотелось бы ворваться на ХК. Да, ну, что ж, Диабло 4 провалилась. Реролиться я уже не буду. Я буду ждать по Е2. Опять же, пока по Е2 нет, ну, видимо, затерплю. Поиграю пока в Диабло 4. Не знаю, насколько меня хватит. Но вот, явно, игра просто существует, потому что выбора и сейчас нет. То есть, из экшн-рпг что сейчас? По Е1? Или что, Мэдволт? То есть, во что играть, да? Считаю, ничего такого нового нет. Выбора особо нет, поэтому как бы сейчас Диабло 4 пока существует еще, да. Не знаю, исправят ли они Диабло 4, потому что у меня прям от нее горит. Я не знаю, будет ли Ребаланс. Что они вообще, они хоть что-то делают. Кто-то знает вообще, что они делают. Blizzard сейчас вообще работают над игрой. Как бы я этого не вижу. Какой-то новый класс вводить они будут, хоть что-то. Потому что сейчас я даже понимаю, что даже реролиться не буду просто. Потому что, ну, ноль мотивации какой-то, да. Хочется просто скоротать время до второго пассов-эксайла. Кстати, надо будет ролик выпустить по пассов-эксайлу. Тоже собрать всю информацию, которая вообще есть там по второй части. Эндгейм, опять же, зажатый. Что у тебя в эндгейме есть? Эти активности в Open World. Одни и те же данжи. Ну, сколько ты так проиграешь? Ну, месяц, ну, два. Ну, ты больше трех месяцев. Захочешь в это играть? Ну, хз. Вот в том же пассов-эксайл. Я вижу, куда больше эндгейма. Да, с теми же картами, с многочисленными боссами. С лигами. Будет новый сезон. Точнее, это не новый, а первый сезон. Когда он там через полмесяца. Или когда начнется в июле, да. Сегодня 25 июня, кстати. Посмотрим. Я даже не уверен, что и сезон что-то внесет. Посмотрим, что будет из себя сезон представлять. Пока чуть-чуть времени, да. Опять же, остается. Да, у Diablo 4. У Blizzard. Но, опять же, не знаю. Смогут ли они что-то вообще. Захотят ли и заменить. Как будто игру просто зафакапали. То есть, безнадежно. Да, я даже не вижу какого-то просвета, чего-то еще. Как-то так. Игра официально зафакапана. Не знаю, оставляйте свое мнение вообще сами, что считаете. Для меня просто игра убита. К сожалению. Конечно, ожидал я от Diablo 4 куда большего. От тех, кто делал Diablo 2. Они, видимо, на Diablo 3 окончательно уже забили. Потому что и Diablo 3, насколько хреновый было, да. И Diablo 4, считай, слишком далеко не ушла. Как-то так. Грубо говоря, теперь просто каратаем время до релиза по FFXL 2. Продолжение следует...